Созвездие, корона, перетасовка. Чего? Вот чего. Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить корону из листьев. Не забываем пошлепить мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Фа да, Шангора, а не хочешь взять от меня кусочек напоследок? Будешь единственным Шангора, которому достанется такая честь. Да, мужик, я позволяю тебе вкусить моей сочной плоти. Что из этого выбирать-то надо? У него пиро есть? Выдернуть пиро? Я возьму от тебя кусочек, но не мясо. Ай, грёбаный кровавый мешок! Зачем тебе моё пиро? Вздумал на монстров охотиться? Всё верно, решил воткнуть его в свою охотничью шляпу. А теперь прощай. Наступ... Ночь наступила неожиданно. Лес утонул в тенях. И? Баранец был прав, я в штиле. И? Как я мог этого не заметить? Не знаю. Я подумаю об этом позже, если вернусь в своё время. Время? То есть, когда вернусь в своё время? Эээ... Чё куда? Эээ... Непонятно. Так, а чё за какой-то день рождения был? Основный день рождения. Я закопал баронца, как Вандер просил. Но домой так и не вернулся, потому что лесная трофинка вывела меня в штиль. Понятия не имею, где проходит граница, я даже не заметил, как её пересёк. Как мне выбираться отсюда? Охуенный у нас долбоёб, гг. Тут вроде ничего не подсвечивается. Ладно, давай сюда. И... Тут тоже ничего нет. А, стоп, то я пришёл обратно. О. Здорово. Вот и ты, наконец. Я как раз подумывал над тем, чтобы отправиться тебя искать, но ты всё-таки сам дополз. Ты из холмового стана? Мы в потоке! Нет, приятели, в штиле. Не беспокойся, у меня всё под контролем. Ти Имбрама, ты посмотри на себя, из какой дыр это вылез. Весь из... Гвоздался. Чего я сделал? И пасёт от тебя какой-то саниной. Ах, вот она что, баронцово... Баронцовое перо. Стомри, если ты так хочешь, можешь взять его с собой на праздник. Только не вздумай подливать сок в мой стакан седром, договорились? Иначе я тебе втресну как следует. Ты чё не... Слушай, если мы в штиле, то у нас проблемы, мы должны выбраться отсюда. Я хожу здесь уже час или больше, я не знаю. Что, если я вернусь и не в своё время? Вообще-то мы с тобой вместе шли на праздник, пока ты не развернулся и не свалил в неизвестном направлении. Ей чихнуть не успела ты снова передо мной, весь грязный, с лопатой и баронцовым пером в руке. Это невозможно, я даже не знаю, кто ты. Если ты путешественник по штилю, это здорово, и я с радостью бы к тебе присоединился, но не сейчас. Видишь ли, я сюда попал случайно и потерялся. У меня с собой нет ни часов, ни звенцов, поэтому я знать не знаю, сколько я тут нахожусь. Пожалуйста, помоги мне вернуться в поток. Ты ведь из холмового стана, да? Помоги! Я Флин, ты придурок! Тебя что, внезапно догнала... доди? Перетасовка? Ты же плюнул на мой запрет, да? Созвездие разгадывал. Корону решил... решить пытался. Не отвечай, я знаю, что пытался. Фада, когда мы придем к сияющей монетке, притворись, что все в порядке. После праздника я с тобой разберусь. Созвездие, корона, перетасовка. Чего? Вот чего. Ээээ... А, то есть мы на какой-то день рождения, оказывается, шли. Ну, тогда ладно. Отлично. Я что, попал на какое-то сумасшедшее чаепитие? И... Костюм. Мне это снится. Точно, мне это снится. Я бы такое никогда не надел. Они куда-то спрятали полную бутыль. Охренеть можно. Я им тут столы накрываю, а они от меня гр... гр... мадак... прячут. Ты цурай? Птучку. Бля. А? И зачем ты привел меня сюда? Я ж смертный. Ты знаешь, что происходит со смертными, если они не уходят из штиля, когда... когда положено. То же самое, что происходит с нами в потоке. Не трать слово на объяснение, мелкий. Я знаю больше, чем ты. По крайней мере, сейчас. У тебя... Доди. Он меня обматерил или что? И это причина, по которой я никак не нуждаюсь в гладке. Грамодага. Доди... Ты еще назвал это перетасовкой. Че, на амнезия? Ну нет. Амнезия у меня и быть не может. У меня прекрасная память. Может быть. Но твой разум совсем не в порядке. И знаешь почему? Ты нарушил мой запрет. Я просил тебя не разгадывать созвездия перед праздником. Перед Тиглодарой. Это большой день. Особенный день, посвященный и тебе. А ты просто послал всех в жопу и снова попытался решить это проклятое созвездие. Что это дало? Ничего. Корона тебе не поддалась. Но... Ты только посмотри. В башке у тебя снова спутаны карты. Поздравляю тебя, Джазарата. Тиглодарарет. Я... Я долго изучал созвездия. Проводил собственные исследования. Прочитал множество книг. Но разгадывать их нет. Никто на это не способен. Разве это не язык? Разве ты... И другие цурай не могут его читать. Это не цурайский язык. Динана. Он не имеет к нам никакого от... Привет, мелкий. Привет тебе, Шантима. Ты сам нашёл дорогу. С ума сойти. Я вот немного беспокоился, что ты не удержишь тропу и свернёшь не туда. Опять. Но ты здесь и даже не опоздал. Хе-хе. И тебе, Флин, привет. Ну же... Ай, и тебе, Флин, привет. Ну же, улыбнись. У тебя такие замечательные зубы. Чего, блядь? И чё тут отвечать-то надо вообще? Нихуя ж непонятно. Ладно, суалакен, чтобы это не значило. Ты... Ты же... Настоящий суалакен! Ты раскрыл меня, пожалуйста, только не рассказывай моей маме. Не хочу навредить её экстремально хрупким нервам. Ладно, шутки в сторону. У тебя, видать, доди. Так что не пугайся и внимательно слушай меня. Я суалакен, а ты мой лучший друг. Ты любишь картошку Фрим. Вдыхай на счёт раз и выдыхай на счёт три. Из-за тебя он решал созвездие, Бо. Перед самой Тиглодарой. И благодаря тебе с ним снова случилась эта грёбанная перетасовка. Да я-то тут каким боком? Ты... Ты поочеряешь его. Он делает это потому, что так сказал король. И потому, что он сам этого хочет. И чего ты так взъелся из-за доди? Мозги мелкого очищаются после каждого созвездия. Им это необходимо. А что если его личность скоро вообще сотрётся? И тогда уже не будет у нас мелкого. Но... Флин, ему ведь надо разгадать корону. Он уже почти уцелет. Ведь так? Так? И какой королю толк от сломанной машины? И где он найдёт другую? Ему, да и тебе тоже. Стоило бы немного подумать в этом направлении. Не хочу ничего такого говорить, но... Ты преувеличиваешь. Здесь нет драмы, а мелкий такой, какой он есть. И он выполняет свою работу. Благородную, между прочим, работу. Уж прости, что я слишком сильно беспокоюсь. Он мой друг. Он и мой друг тоже. Волод-то. Я пойду присмотрю за гостями. Их нельзя оставлять одних, а то они заскучают. Увидимся позже, ладно? И с тобой, мелкий, тоже. Охуеть, не встать. Ээээ... Что такое корона? Если ты забыл о короне, то и не надо вспоминать. И это лучше из моих советов. Спасибо, блять. Что это было? Класс, ещё разок. А теперь, что? Бля, охуенно нормас. Корона. Нарисованная. Оооо. Так. Я... Я вспомнил. Она называется корона из листьев. Это полное название, не так ли? Да. Мне кажется, воспоминания начнут возвращаться сразу после того, как я узнаю, что такое эта корона из листьев. Судя по вашим сбор разговорам, созвездия важная, если не основная, честь меня. Созвездия не могут быть частью тебя. Ты разгадываешь их, а они калечат твой разум. Вы как два камня, которые, сталкиваясь, уничтожают друг друга. Ты всё ещё хочешь узнать? Да. 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 Я действительно хочу узнать, что такое эта корона из листьев. «Конечно, я расскажу». Портапатагомбла. Я же для тебя просто говорящая голова. Это одно очень важное созвездие, послание, если угодно. И когда ты прочтёшь его, то сможешь открыть дверь. Дверь? Куда? В кладовку с чернилами. Не думай, что я в этом смыслю. Я пересказываю только то, что видел, а истина всех этих дверей и кладовок всегда была доступна только тебе. Если корона это созвездие, которое мне надо прочесть, значит были и другие до неё? Были, но они давались тебе куда проще, чем это. И не спрашивай почему. Как я уже сказал, я ничего в этом не понимаю. Ну что, доволен? Помить восстановилась? Ого! Так, а чё у нас в инв... Обсудить перо баранца? Поджди. Расскажи мне о себе. Думаешь, я рад о себе потрепать? Ничего подобного. Но придётся, если хочешь, чтобы я вспомнил. Для этого тебе должно было хватить двух моих ругательств. Даже самое резкое из них вызывало у тебя приступы дурацкого смеха. Ну да, согласен, они идиотские. Но что ты не вежишь, чтобы тебе было весело? Извини, моё чувство юмора немного деградировало. Дегра... что? Стомри Шантау! Мой рассказ короткий. Я фермер клана Суалакен, и твоя ненька поневоле. Мы с тобой, ибо с нами, служим нашему королю. Значит, тот Суалакен, как ибо. Но почему тогда... Я выгляжу как Сахаш. Когда-то я получал ценный подарок от Смертного, и с того самого момента пользуюсь им. Длинный хвост удобен, чтобы землю пахать. Но в остальном только мешает. Ясно, что нихуя непонятно. Ну ладно. Я ничего не знаю, Абу. Ну расскажи о нём. Это твой друг, или... Нет. Наш общий друг. Мы с ним были друзьями ещё до того, как ты появился. Так. Вот у неё просто мигает, или она кликабельная? Просто мигает. Но вы не очень-то ладите, как мне показалось. Так и есть. И ты этому причина. Ясно, понятно. Ты так и будешь таскать это перво с собой? Брось его куда подальше. Нечего им над едой трясти. Эх... Ладно, с этим мы поговорили. Настоящий цурай, много цураек. Кто они? На какой праздник пришли? У меня ощущение такое, что я вот-вот проснусь. Но нет, это не сон. Не может быть сном. Так. Ну с ним мы поговорили. Давай выходим. Так что это за важный праздник? Тигла дара. День, когда тишина исчезает. Мы останавливаем маятники, выбираем особое место и собираем толпу, чтобы произнести клич Тигла Дэра Рид. Сегодня мы произносим Рид в честь тебя. Правда? И при чем тут я? Потому что это твой день. День рождения. И приближение смерти. У нас в потоке это называется просто день рождения. Потому что вы стараетесь не думать о том, что ваш путь имеет конечную остановку. Правильно. Я тоже стараюсь. Так это хороший праздник или плохой? Хороший, я думаю. Когда тишина исчезает, мы оказываемся в звенящем воздухе. А звенящий воздух приближает нас к потоку, усиливая чувства и эмоции. Кажется, твое объяснение только все усложнело. Я ничего не понял. Потому что ты смертный. Куда тебе? Фада, мы с Бо будем ждать тебя вон там, у подножья лестницы. Ладно, иду. Боже, как игра подвисает. Время подарков, мелкий. Я с трудом дождался. Так хотел увидеть твое лицо. Я же знаю, что тебе понравится. Вот. Нига? Чего? Инига! Да еще и из самой последней модели! А, инига. Он стоит немыслимых денег. Да и откуда вообще? Откуда я вообще его взял? Ясное дело, у нас таких не делают. Так что мне пришлось целый план придумать, чтобы попасть в поток и не умереть там. А потом еще оказалось, что вашим торговцам нужны деньги, но кое-какие гостиницы из штиля тоже сгодились. Значит, ты выменял этот подарок, но на что? На бубенчиковое дерево, которое я, между прочим, сам вырастил. Видишь, мне для тебя ничего не жалко. Крутой же фотоаппарат, да? Тебе нравится? Я даже не знаю, что сказать. Он великолепен, правда? Спасибо. Ну вот, супер! А теперь сфотографируй нас с вленом скорее, я хочу поглядеть на эту фотографию. Надеюсь, что больно не будет. Ну, почему бы и нет. Только немного пощиплет. Шучу, но это совсем не страшно. Так, замрите. И приготовьтесь увидеть вспышку вроде маленькой молнии. Она не кусается. Погоди. Флин, а не хочешь посмотреть в камеру? Нет. Флинн! Теперь можешь фоткать мелкий. Флинн, смотри, а то правда мы с тобой. И у тебя опять кислый вид. Улыбнуться-то было трудно, да? Уже наулыбался за сегодня. Поверить не могу, что ты полез рисковать своей шкурой в поток. Ради этой бестолковой бумажки. О чем ты думал? О том, что таких бумажек можно сделать сотни. Понимаешь, к чему я клоню? Вот, мелкий, завери этот снимок. Положи его во внутренний карман своей курточки и носи с собой. Так ты никогда нас не забудешь, а если и забудешь, то быстро вспомнишь. Фотографируй все, что тебе нравится, а я попозже смастерю для тебя альбом для снимков. Гениальный план. Он уже вел дневник, и это не помогло, если ты не заметил. Надеюсь, фотография не растворится, когда я вернусь в поток. Стомри, Бо уже урвал свою долю восхищения и похвал. Теперь пришло мое время. Посмотри, мелкий, что я для тебя вырастил. И чё это? Дерево? Баранец! Это же баранец! Впрочем, чему я удивляюсь, с одним из них я уже вдоволь наговорился. Многие из них говорливы, это факт. По большей части ещё и лживы. Но есть кое-что, что их объединяет. Желание быть съеденными. Поэтому они приписывают себе фантастические качества, которых у них нет. И, к слову, успешно дурят этим голову. Эээ, так что, получается, баранцы не имитируют вкус разных блюд и не лечат болезни? Это разочаровывает! Был у меня сорт, который рекламировал себя именно таким способом. Видимо, твои воспоминания о нём такие яркие, что они легко всплыли даже после Доди. А что, веселые были баранцы. Мне они нравились. Такие напыщенные. Они ещё и смертных почему-то не очень жаловали. Уж не вложил ли ты в них частичка самого себя, Флин? Это похоже. Этот баранец особенный, тихий. У него есть всего один секрет. Поэтому советую приберечь его до конца праздника. Пахнет заманчиво, прямо как ягодный штронель. А сейчас мне нужно переговорить с мелким с глазу на глаз, Бо. Как пожелаешь, я поблизости. Ну и что теперь? Не беспокойся, я не буду ездить тебе по мозгам. Они так уж настрадались. Просто скажи. Ты словишь звёзды? Что за... Нет, конечно, я ничего не... Я... Слышу. И всегда будешь. После каждой доди. Снова и снова. Я хочу, чтобы ты знал. Я не ненавижу тебя. Не ненавижу тебя. Ты мне почти как... Сын. Нет. Но близко. Я очень тебя люблю. Ммм... Ты же понимаешь, что я не смогу ответить тем же. Пускай я прошлый и безумать от тебя. Но для меня сейчас ты тот ещё сукин сын. Понимаю. Да. И ещё кое-что. Обнимемся? Нет. Ну же, мелкий. Одно объятие. И я верну тебя в поток. Ровно в твоё время. Только ради этого. Обнимашки от... Папашки. Чё это было? Что с ним происходит? Он его грохнул, что ли? Грохнул. Бля. Чего? Зачем? В чём смысл? Чего? Ну ты и мразь. А ты ещё кто такой? Вообще на человека похож. Сука. Что? Весьма непонятная херь сейчас была. Глава вторая. Огонь и чернила. Смерть сталкивает меня с лестницы. И я медленно качусь вниз. Тело кажется мягким и податливым, как набитый хлопком мешок. Вокруг нет ни света, ни теней. Вокруг нет мира. Боли тоже нет. Поэтому есть сила подумать о всякой ерунде. Надо восходить к зубному. Кофе ещё остался. А период дверей закончился. Какой ещё период дверей? Ступени все ощутимее бьют по ребрам. Вдруг я понимаю, что я качусь не вниз, а вверх. Невидимая лестница подбрасывает моё тело к концу пути, где меня дождается услужливо открытая дверь. Я влетаю в круг жидкого белого света. И в этот момент боль возвращается бумерангом. И изо всех сил... Ебоньк. Где? Похоже на кладовку. О которой, впрочем, и говорилось. Но вторую главу мы уже будем продолжать проходить в следующий раз. Что ж, на этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»